Субтитры делал DimaTorzok 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 Израиль должен выполнить ряд условий. Это Израиль обязан потребовать от Турции выполнения как минимум трех условий. Первое. Немедленно закрыть командный пункт группировки Хамас, который действует на территории Турции. Это настоящий штаб, который планирует теракты против израильских граждан, и он действует при полном покровительстве турецких властей и спецслужб. Второе. Турция должна принять закон, который запретит подавать иски от имени турецких граждан в международные суды против израильских солдат, принимавших участие в захвате турецкой флотилии. Третье условие. Турецкие власти должны прекратить массовую антиизраильскую пропаганду. И даже после этого нужно учесть, что нормализация отношений с Анкарой нанесет серьезный ущерб нашим отношениям с Кипром, Грецией и, конечно же, с Россией. Подобные точки зрения придерживается большинство израильских политиков. По их мнению, неожиданное желание Турции наладить связи с Израилем напрямую связано с ухудшением отношений Анкары с Москвой. Правда, сегодня же турецкое руководство заявило, что готово продолжать развивать с Россией стратегические отношения и не видит причин для отказа от совместного строительства атомной электростанции. Ошибка российского пилота не должна приводить к разрыву стратегических связей Москвы и Анкары, заявил президент Турции. Так, Эрдоган вновь прокомментировал инцидент с бомбардировщиком Су-24, крушение которого привело к беспрецедентному кризису в отношениях двух стран. Масловый огонь подлил последний случай в Эгейском море. Накануне российский сторожевой корабль «Сметливый» открыл предупредительный огонь по турецкому рыболовному судну. За развитием ситуации следит мой коллега Евгений Маслов. Он присоединяется к нам в эфире. Евгений, приветствую, и мы ждем подробностей. Вы знаете, Риза, в США за тем, как развиваются отношения между Москвой и Анкарой, действительно наблюдаются опаской. Здесь максимально дистанцируются от этого конфликта, но понимают, что если он будет обостряться в какой-то момент, НАТО не сможет оставаться в стороне. Все подробности произошедшего накануне инцидента до конца неясны. Российская и турецкая версии событий разнятся. В Москве утверждают, что судно под турецким флагом подошло на опасно близкую дистанцию к российскому сторожевику в Эгейском море в районе острова Лемнос. На радиообращение капитан судна турецкого не отвечал. После того, как сторожевой корабль пограничной службы России произвел предупредительный выстрел в сторону турецкого судна, оно сменило курс, но на радиосвязь так и не вышло. Любопытно, что владелец турецкого «Сейнера» и капитан уже пообщались с журналистами и заявили, что никакой стрельбы не слышали. «Сейнер» просто занимался ловом рыбы и когда ее закончил, пошел своим курсом. В отдалении были какие-то корабли, турецкие рыбаки, дескать, даже не знали, что они российские. В Анкаре пообщали, тем не менее, разобраться с инцидентом и предпринять необходимые шаги по этому поводу. Готовы обсудить всю ситуацию с российским МИДом. В Министерстве обороны России вызвали военного атташе при посольстве Турции в Москве, которому было сделано официальное предупреждение. Сегодня же, кстати, российские генералы в Министерстве обороны подтвердили факт поддержки российской авиации наступления свободной сирийской армии на ИГИЛ, которая считается оппозиционным режимом Башар-Асада. И российская авиация якобы ежедневно наносит порядка 30-40 ударов для поддержки этих действий. Лиза? Евгений, а что по этому поводу говорят в США? Подтверждают ли эту информацию в Пентагоне? Вы знаете, Лиза, информацию о российской помощи сирийской оппозиции в борьбе с ИГИЛ Пентагон пока не подтверждает. Там сегодня в Пентагоне американский президент провел совещание, на котором обсуждалась новая стратегия борьбы с ИГИЛ. Президент о поддержке российской авиации сирийской оппозиции не говорил, но подчеркнул, что международное сотрудничество по борьбе с исламским государством только крепнет. Лидеры ИГИЛа не смогут спрятаться от нас. Мы доберемся до каждого из них. Напомню, что с минувшего лета группировка не смогла провести ни одной успешной наступательной наземной операции ни в Сирии, ни на территории Ирака. Но, возвращаясь, Лиза, к вашему вопросу. Первым о поддержке войск оппозиции в Сирии рассказал, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе российский президент. Затем в этот вопрос внесла путаницу пресс-служба Кремля, глава которой заявил, что Владимир Путин, говоря о военной помощи в Сирии, имел в виду поставки вооружений правительственным войскам. Об этом, в частности, сообщало агентство Интерфакс. Сегодня российские СМИ приводят заявление господина Пескова, которое уже подтверждает то, что Россия помогает, но только тем отрядам сирийской свободной армии, которые сражаются с исламским государством. Представители свободной сирийской армии, что любопытно, в свою очередь сообщили агентству Reuters о том, что авиация России не только не оказывает им поддержку, но и, напротив, регулярно бомбит. То есть информация противоречивая. Я думаю, больше подробностей на этот счет мы узнаем в течение ближайших дней. Рассчитываем, что ясность в этот вопрос могут внести данные от американских военных в Сирии. Лиза. Спасибо, Евгений. Мой коллега Евгений Маслов о российско-турецких отношениях. Теракт на борту российского пассажирского лайнера Аэробуса 321, разбившегося над Синайским полуостровом, не было. В этом убеждены египетские исследователи. Специальная комиссия, созданная Каиром для расследования крушения российского самолета, не нашла доказательств, которые бы подтверждали версию теракта на борту А321. Напомню, лайнер авиакомпании «Кагалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября. Погибли все 224 человека, находившихся на борту практически сразу. После трагедии ответственность за случившееся взяла на себя группировка «Исламское государство». Позднее эту версию подтвердила и российская сторона, объявив, что на борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограммов в тротиловом эквиваленте. После этого Москва отменила пассажирское авиасообщение с Египтом и эвакуировала из Арабской республики всех российских туристов. Каир, впрочем, сегодня заявил, найти свидетельство незаконного проникновения на борт следователям не удалось. Сегодня же власти Египта объявили о планах нанять иностранную компанию, чтобы повысить безопасность аэропортов. Сегодня цена на нефть опустилась до самой низкой с 2008 года отметки. Марка Brent на торгах в Лондоне обвалилась ниже 37 долларов за баррель. А на сырьевой бирже в Нью-Йорке американская нефть марки WTI обновила минимум с февраля 2009 года. Фьючерсы на поставку нефти в январе 2016 упали ниже 35 долларов. Стоимость черного золота начала резко снижаться в начале прошлой недели. Эксперты уверены, что причина в переизбытке топлива на рынке, а страны-члены ОПЕК не приняли решение о снижении добычи нефти. Кроме того, на мировые биржи в начале следующего года должна поступить нефть из Ирана, экспорт которой в течение нескольких лет был ограничен из-за санкций. Дальнейший рост предложения нефти приведет к ее дальнейшему удешевлению. Президенты Армении и Азербайджана встретятся в конце декабря. Переговоры глав конфликтующих государств готовит минская группа ОБСЕ. Представители России, Франции и США пытаются урегулировать карабахскую проблему с 1997 года. До недавнего времени удавалось обеспечить относительное спокойствие в регионе. Однако в последние дни ситуация в сепаратистском Нагорном Карабахе резко обострилась. Перестрелки не стихают уже неделю. По версии Еревана, азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня около 2000 раз. В частности, были обстрелены армянские позиции, поступают сообщения о применении танков, минометов, гранатометов и зенитных установок. За последние дни Армения потеряла четверых военнослужащих. По неподтвержденным данным, из Еревана сбит азербайджанский беспилотник, который предположительно упал на территории Азербайджана. Баку со своей стороны обвиняет соседов в провокациях и обстрелах. Обозреватели в Армении связывают нынешнее обострение на Южном Кавказе с российско-турецким кризисом. Я думаю, что все-таки турецкий фактор, российско-турецкий фактор, это более так изменил фон, фон безопасности в регионе. В обратном случае Турция должна была дать гарантии победы в случае новой войны. Такие гарантии Турция сейчас не может давать Азербайджану. Это, во-первых, это всем понятно. И поэтому она не может требовать от Азербайджана начать новую войну против альманских государств. И второй тезис, который, думаю, свидетельствует о том, что Турция все-таки не может сейчас позволить себе новую горячую точку. Своя гарантия – это то, что в Крыму и на Ближнем Востоке все-таки Турция потеряла. Сегодня в здании парламента Косова распылили слезоточивый газ. Лаумышленниками оказались оппозиционные депутаты. Довольство радикально настроенных парламентариев вызвало соглашение Приштины с властями Сербии и Черногории. Документ, среди прочего, предусматривает расширение прав сербов в Косове. В случае, если правительство откажется отменить договоренности, оппозиционеры намерены потребовать перевыборы в парламент. По их мнению, соглашение замедляет процесс признания независимости региона на международном уровне. Напомню, Республика Косово – бывший автономный край Сербии, заявивший о своей независимости 6 лет назад. С тех пор Республику Косово признали Соединенные Штаты, а также ведущие европейские страны. Среди противников отделения края от Сербии – Россия, ряд государств Латинской Америки и Китай. Националистам во Франции не удалось повторить успех первого тура на региональных парламентских выборах. В большинстве департаментов Пятой Республики победила партия бывшего президента Николя Саркази. Республиканцы во главе с экс-президентом получили более 40% голосов избирателей. Социалистическая партия Франсуа Ланда – 30%, а Национальный фронт – менее 28%. Лидер националистов Марин Липен возложила вину за неудачный результат на своих конкурентов. По мнению Липен, социалисты отозвали своих кандидатов в некоторых округах, призвав сторонников поддержать республиканцев. Напомню, по итогам первого тура региональных выборов Национальный фронт, обещавший избирателям выход из еврозоны и ограничения прав мигрантов, лидировал в 6 из 13 регионов Франции. В итоге националисты проиграли выборы во всех областях страны. Это новости на канале Артевиа и далее выпуски. Трудности без перевода. В Латвии начал действовать новый институт власти – общественные помощники Центра по государственному языку. И русскоязычная семья из Германии пытается вывезти из России тяжело больную девочку. Все это через пару минут на канале Артевиа. Оставайтесь с нами.